Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Просто какой-то адский ад, но мы бежим туда и сломя голову, кстати, давай посмотрим, что у нас вообще... А что, мы не вернулись откуда-то? Да, мы не вернулись. Вот это мы просто кадр, а! Мы голые, ребята, практически без рогу, с палкой-копалкой. У нас питья нету, надо зайти в почту, бы хотя бы поесть, попить, да? Да, но только единственное, нужно, я не знаю, и двигатель забрать. Давай попьем хотя бы, а то сейчас жажда нас убьет вместо зомбаков. Да, согласен. Так, и давай покушаем. Да, покушаем, ребята, даже три штучки съедим. Вот так вот, вот так вот мы подготовились. Совсем не подготовились, ребята, что из этого получится? Сейчас посмотрим, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Мы, может быть, сумеем добежать до какого-нибудь ящика, они, благо, у нас все открытые. Да, возьмем ствол и потратим себе пистолет. Слушай, а вдруг они ящики наши начнут разносить? Ну, что поделаешь, ребята, смотрим, мы первый раз в этом движении. Поехали, ребятки, поехали отвоевывать свое жилище. Ну-ка, 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 что у нас здесь? Сколько там будет идти-то этих зомбачков-то? Так, зомбачки, зомбачки, где они у нас? А вон они, вон они, смотри, там целая толпа. Да ладно, давай вы. Да, не подходи к ним. Сейчас, подожди, подожди. А где оружие-то? Бери оружие. Я забыл, где оружие. Мачете берем. Экипирование берем. А вот эту дубинку возьми мощную-то какую-нибудь. Вот эту мощную дубинку? Ну, конечно. Так, а что еще? Экипировка, да, нам нужна? Ну, я не знаю, стоит ее брать или нет. Давай двигатель бы выложить на самом деле. А где зомбаки-то? Не знаю, они куда-то ушли, они вот здесь прям были красные точки и уже нет никого. Так, а где двигатель у нас? Вот здесь лежит, кажется. Слушай, может они побродили-побродили и поняли, что это... Двигатель можно сразу в чоппер запихнуть. Да, точно, точно, ребят. Я прям растерялся. Прям боюсь, что наши разнесут... А, он у нас вообще в почте. А что мы его не забрали? А я думал, сейчас может место пригодится. Зачем? Когда тебе атакует толпа зомби? Ну, не знаю, мало ли что может случиться. Так, двигатель вставили. И душ надо принять. И душ еще надо принять. Да, прикинь, воняем. А то мы воняем, а они сейчас придут как раз на нас и здесь все разнесут, ребята. Это опасно, очень опасно. Так, в душик идем, в душик быстренько. Так, еще принимаем душ, пока зомби, орда зомби стоит просто огромная у нас на территории, ребята. А мы просто боимся в душе. Ну, вот так вот на расслабончике, ребятки. Это просто настолько опасно. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Ну, мы очень опасные. Ну, хотя бы экипировку надеть. Да, и потерять ее. Хотя мы... Ну, а что делать? Ладно, хорошо, давай одень экипировку и еще пойдем в лес. А может быть, лук быстренько сделаем, отстрелим их издалека? Будем всех отстреливать издалека, но, кстати, неплохая идея тоже. Да? Ну да, лук-лучок такая тема. Так, а ну-ка, лук-лучок, вот он у нас, смотрите, что нам нужно, изолента. У нас все есть, да? Ну да, на самом деле не очень хочется тратиться на это, но ладно. А, ну давай не будем тратиться, давай не будем, давай так попробуем что-то сделать. Ну, просто давай хотя бы найдем их, еще просто убежим и пойдем за деревом, например, или еще куда-нибудь. Давай, давай попробуем. Ну, Пал, где они вообще? Я не знаю, надо искать, но они были вот вверху, где-то лазили, вот здесь вот были, а красные точки-то на карте были. Может, мы прогнали их? Я не знаю, как-то мы зашли и все, и больше никого нет. Может, в этом вся и фишка, если ты приходишь, то они сразу бегут. Да ладно? Не знаю, ну, как видишь, их нет никого. Только лекарь у нас здесь стоит, ребята, и правда зомбаков нету. Интересно. А мы тут во всеоружии хотим крамсать и рубить. Да. Слушай, нам тогда повезло. Реально нам повезло, нет зомбаков, ребятки. Нет зомбаков, нет проблем. Хотя, когда мы зашли, ребята, вы можете перемотать назад, обратить внимание, что у нас были красные точки какие-то на карте. Да, все возможно, все возможно. Значит, раздеваемся. Слушай, какой у нас кевлар крутой. Смотри, 10 защита, мне кажется, что он нам очень... И 10 штаны, мы просто непробиваемые, ребята. Но с таким нужно только идти в бункер, обязательно, с такой экипировкой. И с военными ботинками, которые 4 делает у нас. И защита, слушай, ничего себе. Давай посмотрим на карте, что сейчас творится вообще, куда мы можем сходить сегодня. А то мы так перепугались, что нас атакуют, что даже это... Ну да, есть такое дело, распереживались, ребята, есть такое дело. Так, нам бы все-таки сделать штаны, наверное, мне кажется, какие-нибудь. Ну да, штаны, рубашка, чтобы небольшая защита у нас была, это было бы очень круто. И я думаю, что можно взять даже топор и опробовать один вот этот, который разламывается. Да, кстати говоря, давай возьмем. Пилу оставим, она все-таки имбовая. Вот эта палка, мне кажется, не очень нам помогла. Ну пусть она ее тоже добьем. Да, слушай, да-да-да, надо еще что-нибудь взять и мачете взять, да? А мачете у нас в руках. Да, мачете в руках. Так, шапочка у нас здесь есть, броню выкладываем обратно. Чуть-чуть поносили и хватит, ребята. Хватит с нас. Примерились, примерились. Рагушки надо забрать. Рагушечки заберем. Там у нас тыковки поднаготовились. Ого-го, сколько? 13 аж штук, ребят. Нам это поможет. Вот, кстати говоря, надо все-таки... О, смотри, как в аккурат прям встал, а? Вот четко-то, а? Нам надо бинтов понаделать. Бинты, кстати, имбовая штука. Да, вот бинты у нас. Да, из ткани. Правда, ткани у нас не так много. Ну, у нас же еще... Слушай, надо рубашку еще сшить. Да, рубашку надо сшить из травы и ткани. И штаны, да, хотя бы. Еще... И веревка нужна будет. Веревка, ткань и трава. Веревка, ткань, трава. Так, дрын, трава. Трава взяли. Веревка и ткань у нас в ящике для одежды, ребята. Вот они здесь. Сюда, на самом деле, можно было и траву сложить. Чтобы все вместе было. Да, конечно. Ну да, в принципе. Кстати говоря, веревку мы можем сделать из травы. Да. Для этого у нас есть вот здесь вот эта штука. А, нет, не эта. Какая-то есть. А, швейный стол. А мы его уже построили, нет? Нет, мы хотели его построить. Нет, или швейный стол. Но какой-то стол делает веревку из... А, нет, подожди. Нет, нет, я вообще... Что ты говоришь, а? Вот эта штука делает, кажется. Да, из травы делает веревку, ты понял? Видишь как? Да, да, да. Я помню, что где-то что-то было. Представляешь, у нас еще сколько кожи здесь есть. Да, так что нужно траву определенно перенести вот в этот вот наш ларец. Который делает веревку. Да. Или сюда просто положить. Да и сюда просто положить хотя бы, чтобы мы знали, что все в одном месте. Слушай, а мы, кстати, можем открыть вот такие штаны. Ну, а для них нужна кожа. Кстати, они позачетнее будут. Но нам нужны предыдущие штаны. Видишь? А, все равно нужны штаны с карманами. Да. Так что давай тоже их откроем. Прикольная фишка. Да, да, да. Тем более можем сами это все делать, ребята. Без всяких нахождений. То есть у нас будет уже защита априори. А вот еще мощнее можно, кстати говоря. А, джинсы можно совсем сделать, да? Да. А, ну для них нужна плотная ткань. А для этого швейный стол наверняка, да? О, слушай. Да, давай швейный стол построим. А что мы швейный стол не строим? А у нас нету резиночек. А, слушай, ну в следующий раз когда найдем, именно сюда отправить. Это круто. Так, ну хотя бы вот эти откроем, да? Да. Я думаю, пригодятся. Да, давай, давай купим. Не всегда же мы сможем сделать. Согласен, согласен. Давай откроем. Так, и вот эту открываем мы получается, да? Да. Усиленная рубашка, ребята. И усиленные штанцы у нас теперь есть. Круто. И, кстати, кеды тоже неплохие. Кеды? Ну, надо другие кеды делать, чтобы их сделать тоже. Ну да, здесь тоже мы их можем сделать. Ну давай сделаем кеды и из тех сделаем новые кеды. Классно. Да, ребята, все сделаем. У нас есть и веревка, и куча, кстати говоря, уже есть. Мы прям швейный цех скоро откроем, а? Да, вообще. А, сейчас экипируемся, не нужно будет ничего, никуда ходить. Так, у нас, что там нужно для этого? Все, у нас все есть, да? Вот, ребята, отлично. Смотрите, у нас и усиленная рубашка есть. Отлично сделали. Усиленные штаны есть. Классно. И усиленные кеды. Вот и все. Супер, изи, ребята, мы себе сделали одежду, это же мега круто. Согласен, очень круто. И теперь вот эти военные ботинки мы спрячем для лучших времен. Конечно, конечно, только если бы еще... У нас здесь вся экипировочка есть. Выложил. И кепка у нас, кстати... А, мы там еще шапку можем сделать, кстати говоря. Вот здесь где-то шапка должна быть. Шляпа? Вот шапка, смотри. А, вот шапочка, да. Тоже ткань нужна. Ткань нужна, да. Кепка есть, вот, бейсболка. Ну давай бейсболку быстренько сделаем все, да и все. Хотя, смотри, у нас две вот эти кепки есть, одну используем. А, ну и ладно, нормально, окей. Так, ребятки, одеваем то, что мы сделали. Посмотрим, сколько у нас защиты будет теперь. 14 уже есть и 15 защиты. Так, 4, 5... Да, вот снизу написано. Ну да, и 1, все верно. А вот здесь тоже 5, да, у нас? Да. Слушай, а почему у нас 5 и 5, 10? 4, а, ну все верно, да. Отлично. А я думал, что такое, где-то нас обманули. Но, слушай, классно выглядит... Слушай, а что у нас еды, и мы голодные, и холодные? Давай рагушечки слопаем. Только что ж поели, да рагушку жалко. Ну ладно. Ну а что поделаешь? Надо бы нам семян найти, чтобы тыковку. Тыковку насажать, ребята. Согласен, обязательно. Так, вот здесь смотри. Кстати говоря, шкуры нам тоже нужны. Кстати, вот эти, которые... Кожа вот эта вот. Ага. Это из шкур, а шкуры мы получаем из... Из оленей. Из оленей. Слушай, тапки-то выложи. Ой, тапочки с собой забрал, ребятки. Что ж такое? Давайте сюда вот как раз немножечко сделаем, положим... Травы и тапки выложим в нашу оружейную. Вот, вот у нас военный комплект, ребята. Можем дамажить по полной. Так, давай-ка посмотрим, что у нас можно сделать. Ну, ребятки, я думаю, что мы на сегодня завершим видео. Вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы хотели посмотреть, что к нам за зомбаки пришли, но они убежали, как только мы появились. Но зато мы разобрались с нашей экипировкой. И сейчас будем теперь искать остальные ресурсы, чтобы сделать швейный стол все-таки. И уже более качественную одежду себе иметь. Конечно, ребятки. И, возможно, пойдем в следующем видео в бункер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.